Всем привет! Сегодня хочу посвятить следующие пять минут низкому сексуальному голосу. Сразу хочу оговориться, что за пять минут добиться низкого и сексуального голоса невозможно, чтобы он звучал постоянно так. Да и сами подумайте, постоянно говорить так низко и сексуально, это будет достаточно странно восприниматься окружающими. Перед тем, как проработать вот этот низкий сексуальный голос, давайте поговорим о том, когда же он бывает, когда же он появляется. Кто-то иногда пытается говорить так, проявить свою сексуальность таким образом, чуть протягивая. О да, какой вкусный латте ты приготовила. Но тут уже получается какая-то маньячная подача и абсолютно не сексуальная. Вы какой-то не сексуальный маньяк. Но обратите внимание, когда работает вот этот вот низкий сексуальный голос. Не только у мужчин, но и у женщин тоже. Когда мы абсолютно расслаблены, когда мы находимся в состоянии неги, когда мы доверяем человеку, который рядом с нами находится. Вы обращали внимание? С подругой, с другом, с супругой, с мужем находитесь, например, смотрите сериал, расслаблены, обнимаетесь, целуетесь в этот самый момент. Она или он говорит вам, я тебя люблю. Вот как раз это расслабленная сексуальная подача. То есть тот момент, когда мы абсолютно расслаблены, когда нет зажимов. А когда мы пытаемся проявить типа такую сексуальность, зажимая связки. Ничего, кроме отталкивающих каких-то восприятий, не вызывает такой голос. Так что в первую очередь научимся звучать расслабленно, легко. Что для этого нужно? Вспомним, что самое главное в нашем голосе это дыхание. Потому что голос это озвученное дыхание. Давайте чуть-чуть подышим. Представим, что мы пришли только с мороза, у нас замерзли руки, и нам надо его, эти руки согреть своим дыханием. Аккуратненько так. Согреваем руки. Аккуратненько. Представьте, что здесь такая труба, ничто не зажимается. Просто. Согреваем руки. Теперь попытаемся чуть-чуть коснуться наших связок этим дыханием. Чуть-чуть такой полустонущий звук, как будто бы мы пытаемся позвать кого-то, кто находится в соседней комнате, мы слегка в таком полубольном состоянии Чуть-чуть совсем Через это дыхание Через выдох, нас не слышат Теперь, может, чуть погромче Протягивая, протяжно У меня что-то там скрипеть начинает уже Если чувствуется зажим, чувствуется Вот такой зажим на связках Можно себя чуть-чуть постучать по груди Если чувствуете, что расслабляется И голос пошел, перестаем стучать Пошло легкое звучание, как будто бы выливается вода из вашего горла Мед идет И давайте теперь про мед вспомним Есть такое упражнение, называется Мама, меду нам, молока бы нам Попробуем в этом же свободном легком звучании произнести эту фразу Сначала дыхание, потом легкий стон, потом произносим за мной Мама, меду нам, молока бы нам Смотрите, что из этого получается Мама, меду нам, молока бы нам Да, давайте еще разок зафиксируем это звучание Мама, меду нам, молока бы нам А теперь попробуем поговорить таким образом Расслабленно Есть моя любимая скороговорка Но мы будем ее говорить медленно Повторяйте за мной Также, пока что фиксируете этот звук Намели мы на лима лениво ловили И меня ли на лима вы мне на линя О любви не меня ли вы мило молили И в туман или мана манили меня Вот тут самое главное зафиксировать этот голос Помните, что глубина, сексуальность голоса Проявляется в медленном, спокойном произношении Как только вы начинаете говорить громко и быстро Вы автоматически сразу же выходите наверх Садитесь на связки И весь низ, вся бархатность вашего голоса И сексуальность пропадают Поэтому спокойно, медленно и расслабленно Чтобы придать также легкий налет сексуальности вашему голосу Можно чуть-чуть улыбаться Улыбка Она всегда несет открытость Не только вашему голосу Но и вам как личности Как человеку Как человеку, с которым приятно общаться На этом все Да пребудет с вами сила голоса Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok